Добро пожаловать в Грузию! Добро пожаловать в Талави, уютный и живописный город в регионе Кахетия. Несмотря на свою небольшую площадь, город с большой душой. Пока мы прогуливались по его узким улочкам, мимо древних храмов и небольших жилых домов, встречали добрых и открытых людей, которые рады были подсказать дорогу или поделиться интересными местами своего города. Так мы узнали о Платане, самом старом дереве в Грузии. Точный возраст дерева неизвестен, но местные утверждают, что ему точно больше 800 лет. Когда мы сюда шли, я слышала о том, что это дерево настолько большое, что его нельзя обнять втроем. Но, когда я дошла до сюда и увидела его вживую, поняла, что тут даже десятером не справится. На самом деле, когда ты трагиваешься до этого дерева, чувствуешь всю его мощь, энергетику, силу. Говорят же, старые деревья, они как мудрецы леса. То же самое здесь и ощущаешь, как будто бы оно своеобразное, живое, со своей душой. Ему уже более 500 лет. И оказывается, есть целые сообщества, которые следят за такими старыми деревьями, помогают, ухаживают. Ведь здесь за ним, ему очень нужна помощь. Вы видели уже, как сильно оно треснуло. И если за ним не ухаживают, то внутри оно все иссохнет и проживет еще совсем недолго. Поэтому очень надеюсь, что ему тут помогут. Как можно дольше оно будет еще с нами радовать. Кстати, этот небольшой город стал одной из площадок для съемки фильма «Мимино», чем, опять-таки, очень гордятся местные. Мы похожи. Я, я, нам еду раздобыла. Вот это я, правда, не знаю, что, а вот это вкусно, это, наверное. Я надеюсь, видно, что они огромные, больше, чем моя ладонка. Ну а главной точкой притяжения по праву считается крепость Батонис-Цехе. Главный музей в этом городе. Внутри находится этнографический музей, несколько дворцов, две церкви и полуразрушенная баня. Телави покорил нас с первого взгляда. Здесь, среди зеленых холмов и пышных виноградников Кахетти, время течет медленно, словно в сказке. В этом небольшом городе ты проникаешься атмосферой, культурой, грузинской гостеприимностью и историей региона. Перед поездкой мы представляли, как должна выглядеть Грузия. И именно такой, как в нашем представлении оказался город Телави. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда мы нашли эту локацию, нам она безумно понравилась и поэтому не было даже вариантов, что мы остановимся где-то в другом месте. Сами смотрите, в таких замечательных домиках можно пожить с видом на горы. Здесь же есть бассейны, здесь много винограда. Вот здесь мы сейчас проходим, это свежий виноград, который посадили только в этом году, по-моему. Каждый год самая винодельная расширяется и уже занимает 9 гектаров. Это прям невероятное место и каждый год приезжает, ты узнаешь эту территорию все больше и больше, потому что становится она все больше и больше. Пока еще не сезон. Помимо отдельных домиков для больших компаний, на территории есть мини-отель, который мы вам сейчас и покажем. Наш номер находится на верхнем этаже с террасой и видом на бассейн. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, о домиках. Здесь их целых несколько улиц. Только представьте, вы просыпаетесь, выходите на свою веранду, а здесь вот такой вид на горы. Правда да, сейчас их не видно, потому что дымка из-за жары. У нас сейчас плюс 36-37 градусов. Но блин, я уверена, что когда здесь пики заснежены, это просто сказка. Можно не просто снять домик на несколько дней, а выкупить полностью, но всегда. В стоимость входят близлежащие виноградники. Стоимость одного такого домика около 300 тысяч долларов. Не зря же говорят, что эта гота урожайна именно по хурме. Ну, она так же, как яблоня, отдыхает из года в год. И вот этот, он именно про хурму. Очень много деревьев и все с большими плодами, которые уже вот-вот созреют и будут просто... А там персики или что-то, смотри, ветки? А, что-то такое, да. Это, по-моему, это сливы. Желтые сливы. Вы или персики? Не знаю. Да, попробуем. Персики. А, абрикоши, абрикоши. Кахетия. Винный край. И здесь далеко не одна винодельня. Кстати, на соседнюю мы наткнулись совсем случайно, когда добирались сюда. С этой винодельней не все так просто. Эту историю мы пронесем через все путешествия. Обязательно дождитесь, скоро узнаете продолжение. Ну что, грузинское гостеприимство в полной красе. Чтобы добраться до винодельня, в которую мы поехали, нам нужно доехать до Толови и оттуда еще примерно полчаса идти пешком, пожарить 35 плюс градусов. Но добрый грузин подвез нас в свою винодельню, которая находится буквально в 20 метрах от Шухмана. И сейчас мы находимся именно здесь. Название винодельни мы напишем внизу, потому что выговорить я, к сожалению, это не смогу. Здесь мы сразу же увидели, во-первых, нас напоили ледяным видом после жары, это восхитительно. Во-вторых, мы увидели вот эти самые знаменитые такие вот горшочки. Опять же, название я забыла, очень сложно мне это местное выговаривать. И вино выдерживается, ну, не в таких, но в больших, пойдемте покажу, в больших таких вот бочонках 6 месяцев. Вчера мы были на винной дегустации, и Сомелье сказал, что это самое оптимальное время для выдержки вина в зиму. 6 месяцев. Кто-то выдерживает 4, кто-то не держит вообще. Кто-то делает это только по современным технологиям и в цистернах. Здесь же дань традициям. Вино мы попробовали, оно действительно очень вкусное. Есть на экспорт, но в России я его пока не видела. Однако, идея пожить на винодельне была одним из самых лучших решений, потому что вот эта камерность, и горы, и виноград, это шикарно. Владелец винодельни, Георгий, решил рассказать нам про свои вина. Кацетерин цуане, это амбер вайн, киси. Цуане, кахетинская цуане, сапировая, красная. Кизвана воля, полусладкая. Две сурта винограда европейским традициям. В смысле, не две сурта, одно. Кисисхевис цуане, полусладкая. Вот это. И сухое. Вот то, что выпьется сейчас. Это эйфория, эреклиталуй и оргазм. Что за фотография у вас на рост? Это на деньрозениях, на этих разных целях. А, это виноград? Любое вино на деньрозениях, на швадзбах, на заказы. Ух ты. Вот это особый оргазм. Элена Селенцева, которая в Москве работает, гинеколог, социолог. Вместе совместный проект и серьезное вино. Ну, видно, что оно оранжевое, а не белое. Оранжевое, да. Оно уже другое. Да, тут есть там все... Информация по нему. Написание, то что и как. Возвращаемся обратно, в Шухман. На территории есть три бассейна. И мы попробовали их все. Первый бассейн небольшой, находится совсем рядом с отелем. И в него отлично окунулся сразу, как проснулся. Следующий бассейн намного больше. Он находится среди домиков, чтобы жителям не нужно было далеко идти. Ну, а третий бассейн сегодня пустовал. Потому что он закрытый, а на улице просто прекрасная погода. Пойдемте посмотрим, какие еще развлечения нам доступны бесплатно. По-моему, для первого рата это нет. У меня, походу, получается. Я первый раз сыграла в гольф. И пускай эта площадка очень маленькая, все такое искусственное, детское. Но, блин, теперь я хочу на настоящий город. Завтрак следующего дня был насыщенным. В шведский стол входит домашняя еда, которую готовят прямо при тебе. Сухие завтраки, запеканки, овощи, фрукты и многое другое. Однако вино нам не подавали. Поэтому вечером мы отправимся на дегустацию. С каждого места, где готовят вино, мы привозим себе бутылочку. Здесь нам понравилось именно вот это. Очень интересно, что в Грузии мы первый раз столкнулись с оранжевым вином. Такое янтарного цвета. И это действительно нас удивило. Но более того, оно нам понравилось по вкусу. Поэтому, когда будете в Грузии, попробуйте обязательно оранжевое вино. Мне кажется, вы удивитесь, и оно должно вам понравиться. Оно готовится именно в традиционном стиле. Не для Европы. Стоимость бронирования отеля или виллы в Шухмане вы бесплатно получаете дегустацию. Из трех вин. Вина вы выбираете сами из списка. Мы выбрали два варианта одного и того же вина, но приготовленного один по традиционному методу. Вот такой оранжевый. А второй по европейскому. Он более классический, более нам привычен. Ну и, конечно, самое традиционное классическое вино грузинское. Это вот такое красное, даже бордовое, можно сказать, выдержанное в дубовых бочках. В целом, помимо этого, включен еще винный тур, который вы тоже можете посетить совершенно бесплатно. Тут показывают цистерны, как готовится вино, объясняется вся технология. И если вы бронировали не через букинг, а через сайт, вдруг у вас есть карточка, которую можно оплачивать за границей, вам будет еще и винное спа. К сожалению, у нас карточки пока еще нет, поэтому мы бронировали через букинг, а туда это не включено. Подается такая тарелка из песта, но мы включили свет еще прекраснее, песта, масло и аджика. На самом деле, на мой взгляд, вкуснее всех пить вино с грузинским белым свежим хлебом и простым подсолнечным маслом. Но что понравится вам, стоит узнать. Это аркатители 2022 года, содержит 13 градусов алкоголя. Аркатители – это эндемический сорт винограда, конкретно для Кахтинского района, растет на Парауле, в наших виноградниках. Сделано европейским методом, потому и структура легкая, он бродит в цистерне. Это летнее вино, очень подходит для салата, например, рыба. Аромат немного другой. Да, аромат более спелый. Более спелый, да, если тут какие-то зеленые яблоки и груша такое. А тут уже, тут даже не знаю, ну, какие-то ягоды, не пойму какие. Сухофрукты. Вот, сухофрукты, точно. Я помогаю, мне говорят, не помогаю им. Они должны сами почувствовать. Ну, я все равно. Более насыщенный вкус и более долгое послевкусие, нежели чем вот это. Это, конечно, пьется намного легче, но насыщеннее и ароматнее все-таки более традиционное приготовление. Перед дегустацией вам проведут винный тур. Даже запах, запах какой винный. Вы только посмотрите, прям как с картинкой. Я первый раз была в настоящем винном погребе. Оказывается, иногда бутылку нужно переворачивать по часовой стрелке, чтобы вино было идеальным. Когда спускаешься сверху, ощущаешь яркий запах вина, винного уксуса, брожение. Но стоит находиться здесь буквально пару минут и все. Этого запаха как будто бы нет. Зато уже очень не терпится выпить винца. Если дадим бродить до конца, выйдет сухой винод. Но мы во время брожения останавливаем брожение. Получается полусухой? Нет, полусладкой. Мы замораживаем цистерну, мы не даем бродить ему до конца. Мы так сохраняем весь природный сахар винограда, чтобы этот сахар весь не превратился бы в алкоголь. А вышла бы полусладкая лиса, десертное вино. Так вкусно рассказывается, просто не... Да. Очень вкусно. Реально лёд. Валдеть. Реально лёд. А теперь едем в столицу. Тбилиси в переводе означает «тёплый источник». Старинный город, основанный в пятом веке. Он назван в честь воды, которая поступает в серные бани прямиком из-под земли. В эту поездку мы их не посетили, так как Тбилиси для нас скорее был перевалочным пунктом. Но в следующий раз обязательно сделаем обзор. Ну а сейчас мы решили погрузиться больше в историческую часть города. Эта часть города наполнена легендарной атмосферой настоящей Грузии. Много сувенирных лавочек, вкусной еды и вина. Сразу за знаменитыми серными банями начинается дорога вдоль реки Цавки-Сист-Скали. Она ведет в ущелье Левк-Тахери и упирается в водопад, который поражает своей невероятной красотой. Именно к нему мы и идем. Очень муские овощи. Пойдем возьмем мороженое. А то все-таки жарко. То, что мороженое с добавлением вина, я, конечно, Кириллу не рассказала. Пусть сам удивится, почему оно такое вкусное. Ну что, очень жарко просто. Всем сегодня жарко, да? Всем жарко. Ну а мы приближаемся к самой красивой достопримечательности этого места. По пути встречаются домики на самом краю ущелья. Позже мы узнали, что их можно арендовать. Хотелось бы узнать, каково это проснуться с таким видом. Для меня был большим открытием тот факт, что целый водопад может быть просто в черте города. Причем облагородили путь сюда всего около 10 лет назад. По старому Тбилиси можно гулять хоть целый день. Любоваться узкими улочками, вступая по брусчатке и наблюдать, как в современном мире люди с трепетом и любовью относятся к памятным местам, стараясь сохранить их. Следующей локацией, конечно же, было море. На поезде дорога заняла у нас 5 часов. Стоимость билета 35 лари. Пару слов о автобусах в Грузии. Во-первых, когда мы приехали в аэропорт, было неожиданно, что оплатить наличкой там нельзя. Ну и вообще в целом в транспорте Грузии доплатить наличкой нельзя. Как в России? Да, только по карте. Карту можно приобрести отдельно, ну либо банковской картой, либо можно оплатить картой в Тбилиси. Тбилисской, в Батуми, в Батумской, как в Тройка или подорожник в Питере. Вот. Она бесплатная, но на нее надо закинуть в любом случае денежки. Для нас это было тоже нонсенс. Ну ладно. Нам помогли, нам бесплатно оформили. Ну как, мы сели в автобус, нам девушка такая... Ой, давайте я сейчас все помогу. Вместе с нами вышла на следующей установке, оформила нам карточку, закинула туда 3 лари. Вот, денег с нас не взяла. И уехала такая, ну мы же грузины как бы, ну все нормально. Гостеприимные. Да, гостеприимные. Потом, хочется сказать про междугородние автобусы. Мы когда уезжали из Тбилиси в Телави, мы приехали на автовокзал и там сели на маршрутку, которая стоит 20 лари, едет почти 3 часа. Да, почти 3 часа едет и едет она большим окольным путем. То есть по всей... Ну заезжай в маленькие городки, в Кокете, чтобы развести пассажиров. Да. Потому что в Санте-Лаве нас доехало только трое. Я, Кирилл и Ватинский. Когда мы уезжали обратно, пообщались, получается, с хозяйкой отеля, в котором мы остановились, как можно добраться обратно. Она сказала, что лучше ехать с бомбилами, которые стоят на автовокзале. Доехать с ними можно всего лишь за 20 лари. Туда мы за 15 ехали, обратно мы ехали за 20. Ну, мы ехали прямой дорогой. Должна была... Она у нас составила 2 часа. Составила в итоге где-то полтора. С учетом остановок, в туалет попить, в источниках набрать водичку и так далее. Это было отлично. Так что я бы не поехала на автобусе, поехала сейчас. Да. В следующий раз. Вот. Ну, если вы едете из Талави, то смотрите на автовокзале. А если едете из Тбилиси, машину можно найти... Я точно метро не помню, но мы вот здесь напишем, как метро называется, откуда они отъезжают. То есть они не отъезжают ни с автовокзала. Вот. А мы сейчас в Батуми. И здесь тоже нам нужно потом будет уехать в Кутаиси. Мы тоже начали узнавать у местных, как можно добраться. Потому что есть автобусы, которые также нужно оплатить только карточкой онлайн. Вот. Карточки у нас нет. Автобусы удобные, с кондеями. Но нам, в принципе, пофигу, потому что мы там не сможем поехать. Да. Есть билеты на поезд, но поезд, опять-таки, нужно покупать по карточке. И поезд идет целых 4 часа, в то время как машины 2,5. И мы узнали, что все-таки есть тоже здесь местные бомбилы. В принципе, как мне кажется, в любом городе. Они отъезжают от канатной дороги Арго. Стоит это удовольствие 20 лари. Едут 2,5 часа. Едут на маршрутке. Газелька, в принципе. Но отъезжают они каждый час, начиная с 7.30. Да. То есть 7.30, 8.30, 9.30 и так далее. В принципе, достаточно удобно. И мы просто приедем на эту точку и поедем дальше, в Кутаиси. Так что, варианты, как добраться из одного города в другой, есть масса. Главное иметь, конечно. Да. А лучше карту. А лучше карту. Вообще, Батуми очень сильно развивается. Прямо, ну, мощно. Вот мы идем по набережной и много-много строек. Вот тут сейчас за деревьями не видно. Ну ладно. И появляются, ну, не только отели, но и рестораны, гостиницы, кафешки какие-то. Даже есть казино на площади Европы. Не одно. И не одно, да. Вот. Поэтому, я думаю, еще пару лет, и это будет одно из таких прям популярных мест, как у нас, например, это Сочи, в котором есть много разных развлечений. Так и здесь будет сборище всех активностей не только Грузии, но и, в принципе, ближайшего зарубежья. Тусовка. Тусовка, да. Тут, в принципе, да, Турция тоже рядом. И очень много турков сюда приезжают просто по Чили погулять. Но здесь дороже, чем в Турции. Но здесь дороже, да. Поэтому грузины едут в Турцию покупать. О шопинге в Турции мы рассказывали в предыдущем выпуске. А сейчас давайте прогуляемся в сторону моря. Здесь есть красивая бамбуковая роща с очень высокими деревьями. Я слышала, но не думала, что бамбук такой большой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Говорят, что рядом с парком 6 мая хороший пляж. Мы только что с него идем и вот проходимся по парку. А здесь бесплатно можно посмотреть разные виды птичек. Есть отдельный загон с попугайчиками. И сейчас мы вот на заплыве с лебедями, гусями и уточками. Дальше нас тоже что-то ждет. Пока еще не знаем. Посмотрим. Парк нам действительно очень понравился. Здесь можно отдохнуть всей семьей и будет интересно детям и взрослым любого возраста. А природа никого не оставит равнодушным. Многим нашим друзьям больше нравится Тбилиси, чем Батуми. Говорят, в Батуми не делать нечего, чем вам там вообще сидеть. А нам как-то, блин, комфортнее здесь, чем в Тбилиси. Он, конечно, тоже красивый город Тбилиси. Большой, много разных архитектур. Еще и водопад в самом центре города, что очень сильно удивило. Но в Батуми какая-то душа своя что ли есть, я не знаю. Мне она чувствуется. Да, здесь влажно, да, здесь жарко. Но когда у тебя в Тбилиси плюс 35 или плюс 37, а в Батуми плюс 28, пускай и влажно. Но все равно как-то, не знаю. Мне здесь больше нравится. Если я поеду в Грузию, я буду в Кахетии, обязательно в Кахетии, и в Батуми. В Тбилиси я, наверное, только буду использовать как промежуточный перевалочный пункт между всем. Грубо говоря, все дороги ведут в Рим или в Тбилиси. Изучая городские достопримечательности, захотелось охладиться айс-лада. А тут и Старбакс подвернулся. Только есть нюанс. Кстати, можно жительное приложение проверить, есть ли здесь Старбакс настоящий. Потому что мы думаем, что это подделка. Это лжи от Старбакс. Во-первых, написано Джорджия. А во-вторых, они готовят без кофемашины. Представляете, есть только капсюля, которая автоматически. Ну, то есть, в какой нормальной кофейне вам будут давать кофе, который стоит 16 на минуточку Ларе, это дохрена. Это очень доктрино. Я даже боюсь сказать, сколько это в рублях-то на данный момент. Это около 700 рублей вообще-то. Охренеть. Вот, я купила этот кофе, потому что типа, вау, Старбакс, наконец-то можно его попробовать. А по факту, ну, такое себе. По-любому уже, уже Старбакс. Меня обманули только что. Это просто чистый кайф, когда идешь по городу и бах, персиковое дерево. Бах, виноград. Просто невозможно здесь быть голодным. Ну, посмотрите. Сейчас еще твердовато. А не сезон. Середина августа. Но, думаю, скоро будет вообще шикарно. Блин, а что это такое? Сейчас покажу. На киви не похоже. Киви мы с вами уже видели. А тут что-то большое. Такое интересное. Растет на вот такущем огромном дереве. Интересно. Есть идеи, что это? Это здание давно охватило интернет, как один из самых красивых макдональдзов в мире. В 2023-м в России скучаешь по той самой булочке с кунжутом. Поэтому пройти мимо такого места мы просто не смогли. Снаружи действительно смотрится симпатично. Но главное же, чтобы было вкусно. Готовили вот это примерно 25 минут. Принесли стакан без крышки. Надеюсь, вот это будет вкусно. Потому что, ну, сахар, в доме симпатичный. Макдональдзи в Грузии вкуснее, чем Бургер Кинг в Турции. И тут играет мой любимый панк-рок. Поэтому мне здесь максимально комфортно. А еще мне очень нравится этот ландшафт. Они отдельно построили вот просто множество растений. Поставили, что отдаляет от дороги. И, в принципе, какую-то свою атмосферу загружает. В общем, не знаю, прикольно. Правда, готовят долго. Это нужно иметь в виду. И за все у нас вышел 31 ларе. По текущему курсу это примерно 1200 рублей. Но мы вам напишем курс здесь. Для того, чтобы вам было более понятно. И можно было на себя интерпретировать в будущем. Так-то сам внешний, он очень симпатичный. Так что заходите, смотрите, фоткайте. Один интересный и приятный факт о Батуми. Почти все пляжи здесь бесплатные. А еще, как и в любом курортном городе, летом здесь много мероприятий. И мы чуть было не прошли мимо одного из них. Нас заинтересовало происходящее на центральной набережной. А оказалось, это фестиваль вина, который заканчивает работу сегодня, буквально через час. Мы жили в Батуми около 4 дней. Все это время здесь было много вина для дегустаций, а мы даже и не знали. Музыка 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 Вот это мне приятнее. Это все-таки оно такое прям... Словатая? А? Словатая? Нет, оно комфортное, но... Если с этим снимите один фото у нас, мы сделаем для войск. Хорошо. Хорошо. Как вы помните, по поездке в Телая нам повезло и нас подвезли. Повезли на винодельню. К сожалению, название, наверное, не выговорю. Как название еще раз «Винодельня»? Винодельня «Братцы Хуцишули». Да. И там мы познакомились с братом. Старшим братом с Георгием. Познакомились там. Попробовали вино, мы в него влюбились. Но когда попали на винный фестиваль в Батуми, познакомились со вторым братом. Это просто совпадение невозможное. И... Вот такое совпадение бывает. Такое... Случайное. Ну, случайное... Это судьба. Это судьба. Потому что вот про это вино... Нам рассказывали не только здесь, но и в Белисе, когда мы ходили на винодепутацию. Сомелье в очередь оставал его попробовать. А еще тут написано, что оно вместе с доктором? Да. Этот вино изготовлен по старой грузинской технологии. Из трех сортов винограда. Кисель, катетели, цуани. После переработки винограда. После окончания процесса брожения. Кувшин был закрыт на 6 месяцев. На трех разных жмехах. Кисель, катетели, цуани. После 6 месяцев настаивание. Открываем кувшин. И достаем оттуда вот такого цвета. Прозрачного цвета, янтарного цвета вино. Без фильтрации вино. Изготовлен с авторским правом. Участие вместе с доктором Эленой Сергеевной Селенцевым. Который известный врач, сексолог, гинеколог. Работает в Москве в госпитале Лапино. Приветствую вас всех. Приезжайте к нам в гостях. И не только это вино. У вас будет возможность попробовать очень много разных вкусных вина. Мне уже не терпится. Но это вино мы отвезем домой, в Москву. Позовем самых близких, самых родных. Чтобы все вместе, как будто не было странно звучать. Но испытать этот оргазм попробуйте. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Вы очень классные, хорошие ребята. Я вас тоже влюбился. Понимаю. Спасибо. Предлагаю немного полюбоваться атмосферой летнего, ночного Батуми. Следующий день выдался не таким солнечным. Но зато мы нагулялись по городу, наслаждаясь шумом волн. А вечером решили сходить на концерт, чтобы эта поездка закончилась просто идеально. Продолжение следует... 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 Пока прогулялись по набережной Батуми, заметили очень красивую детскую площадку в виде такого осьминога. Подходим поближе, посмотрите, а оказывается это ресторан. Просто вот пока поближе не подойдешь, не узнаешь, что там внутри под осьминогом оказываются столики и официанты. Батуми город контрастов. Здесь старинные здания идеально и не очень сочетаются с масштабными стеклянными новостройками современности. В Батуми говорят на русском гораздо больше, чем в Тбилиси или чем в Кокете, в которой мы были. Но, тем не менее, почти все знают английский. И это очень здорово. Меня всегда тревожит то, что я его плохо знаю, потому что в школе этому не обучалось особо, было лень, в универе все закрывалось, потому что я активистка, и по факту он не особо нужен. В Тбилиси, к примеру, мы встретили очень много англоговорящих, и вообще по-русски нас принимало примерно 30% населения. Так что очень здорово, что здесь на одинаковой основе школьники с нуля учат и грузинские, и английские. Мне кажется, это здорово, потому что ты сейчас вот вышел на улицу, ты можешь это использовать на практике. К примеру, у нас сейчас обслуживала девочка в магазине сувениров, ну лет, наверное, 10, и она отлично с нами поговорила, но не знаю русского на английском. Мне очень понравилось, даже вдохновляет чем-то. Музыка 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 Мы дошли до самого знаменитого памятника в Батуми, это памятник Али и Ино, вот они вот там. Для меня это было разочарование, потому что на всех магнитиках, открытках и так далее, они огромные. А по факту они человеческий рост. Написано, что 8 метров, но это наверное с вот этой площадкой, которая за нами, потому что она выглядит максимум 5 метров. Но она крутится, платформа, это прикольно. Да, то есть она крутится в течение всего дня и ты можешь понаблюдать со всех сторон. Ездить такие места в августе одно удовольствие. Всюду фрукты и овощи свежего угрожая, цветут цветы и радуют за лето люди. Все-таки у него есть колорит Европы и Грузии, что очень интересно, это сочетание. Ну и в целом, сочетание таких небоскребов, таких отелей огромных с архитектурой 19-18 века. Выглядит весьма специфично, но действительно очень необычно и интересно. Курс обалденный, такой курс не видела. Давай поменяем деньги. Деньги мы не поменяли. Не поменяли, потому что был сбой какой-то у них и программа показывает неверно. Сейчас курс еще более невыгодный. Но мы, конечно, знаем, когда выбирать время для путешествий. Выбрали самое-самое неподходящее, когда курс проскачет, так как нереально. Когда доллар стоит 100 рублей. Ну и что поделать. Вообще не представляю, как сейчас жить в мире и планировать какие-то далекие путешествия, там, за полгода, как мы привыкли, да, там, за год можно планировать было. А сейчас, ну что, ты не знаешь, что у тебя через неделю будет. Не с курсом, и вообще. Вернешь, что ли, ты домой, в Россию. Что скажешь? Мы думаем тратить 10 тысяч, а не тратить 10 тысяч. Да. Тут, пока мы гуляли по набережной, оказалось, что сегодня выступает группа Квест Кристаллс. Ну, так как у нас нет карточки зарубежной, то мы не можем купить билеты на сайте. А значит, что нас могут пустить только если мы договоримся на входе за дополнительный кашель. Ну, грубо говоря, билет стоит 90 лари, а нам нужно будет заплатить по 100 сносов. Ну да, вот мы сейчас думаем, идти или не идти. Потому что вроде как и прикольно. В России ты на них точно не сходишь. А вроде как завтра утром нужно ехать в Турцию. И 10 тысяч можно потратить на шмотку. Да. Ну, живем домой один раз, и печеринки тоже хочется на море. Тем более, там будет небольшая тусовка, всего 250-300 человек. Ну, то есть, это прям камерное ресторан вместе с небольшой сценой. Короче, ехать до чего мы додумаемся, но думать нам остался час. Субтитры делал DimaTorzok Санта Лючия Санта Лючия Санта Лючия Санта Санта! Дело, чтоб люди не обижали Северного музыка Санта Лючия Санта Лючия О парень не плавной Санта Лючия Санта Лючия Что про него родной Я никого еще не видел, как Но где-то Бывая раньше Мокрая девочка танцует Мокрая девочка Сохнет Пусть она начала Полностью Всего 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 Те 10 дней, которые мы были в Грузии Оказались очень жаркими и очень насыщенными Во время нашей поездки Температура всегда была В районе 35-38 градусов В Батуми она, конечно, была Плюс 30, но по ощущениям Все 35 Потому что влажность добавляет Теплоты Нам безумно понравилась Кахетия, безумно понравилась Батуми И вот этот вот Менталитет грузин Очень доброжелательно Очень открытый И очень отзывчивый В те моменты, даже когда мы к ним не обращались Даже не просили помощи Они всегда были готовы Прийти к тебе на помощь Подсказать, показать Да даже в некоторых моментах Заплатить за нас Хотя мы этого не просили Ну просто когда у нас не было Особо понимания Что вообще, куда идти Что происходят Они говорят Ну мы же грузины Мы вам поможем Вот Так что да Гостеприимство здесь Правда на уровне Мне очень понравилась Таларе Такой маленький Камерный Очень уютный И приятный город Старенький В котором можно Любоваться Старой Грузией Пить Просто огромное количество Вкуснейшего вина Множество виноделин Действительно Вот Я бы приехала Именно туда Где-то на недельку Как минимум Пожить отдельно Мы там были Всего пару дней И маловато Маловато Да И случилось даже За эти 10 дней Пара Неожиданных Но Жудьбоносных встреч С одним и тем же Например Скажем С одной и той же Минодельник С разными братьями Которые одного Мы видели В тыла А второго На другом конце Страны В Батуми На самом деле В любом путешествии У нас есть Такие пятиминутки Когда мы Знакомимся С новыми людьми Случайно Садимся за общий стол Начинаем Говорить 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 Очень много И Это так здорово Вы как будто Вы старые знакомые Хотя Вы можете Только через 15 минут Вспомнить Что не знаете Как друг друга зовут Это Очень приятно И Не только С местными То есть Бывает Что вы садитесь И общаетесь Просто С другими Иностранцами Которые тоже Приехали отдохнуть Приятно В любом случае Любое путешествие Должно заполняться Яркими впечатлениями Ну а вы Подписывайтесь На канал И Наполняйте Жизнь Яркими впечатлениями Увидимся В других видео Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok